Всем привет, дорогие друзья! Когда на прошлой неделе я прощался с вами со словами «Надеюсь, на следующей неделе нам будет что обсудить», я имел в виду вовсе не это. Последние три дня просто какой-то сумасшедший вал слухов про локомотив, в основном трансферные, и именно их мы сегодня с вами и обсудим в большом количестве. Погнали! Для начала давайте разберемся с чертановскими. Слухов именно по ним было больше всего, и именно по ним у нас есть наилучшая конкретика. То, что мы можем с вами непосредственно обсудить с цифрами, с расстановкой, кто вместо кого. И, наверное, именно эти слухи наиболее близки к реальности, то есть то, что мы на следующей неделе уже сможем обсудить как некие свершившиеся факты. Началось все с того, что еще неделю назад... Началось все с того, что чемпионат Кома, точнее Панков, выкатил инсайт о том, что сразу по трем игрокам крыльев советов локомотив прям-таки направил официальную бумагу. И это были Сергей Пеняев, Максим Глушенков и Роман Ежов. Прямо целая тройка нападения крыльев советов. Пеняев играет слева, Ежов играет справа, а Глушенков играет центрального нападающего. У каждого из этих троих есть фиксированная сумма выкупов, за которую любой клуб может этих игроков взять себе. Так подписываются контракты в крыльях советов. Однако локомотив полную сумму выкупа платить не хочет, якобы. И поэтому направляет бумагу в крыльях советов, мол, за какие деньги вы нам отдадите этих трех игроков, мы готовы взять их там по дешевке, в аренду с правом выкупа, и вообще денег у локомотива нет. То, что денег у локомотива нету, в целом писал и Сергей Егоров из РБ, рейтинг букмекеров. И другие инсайдеры тоже к этому склонялись, о том, что нет денег у локомотива. После вот этих вот безумных трат Томаса Цорна, которые выжали локомотив до последней копейки, все вообще клуб на грани закрытия, и только чудодейственные способы могут каким-то образом помочь локомотиву спастись. Дальше оказалось то, что крылья советов снижать стоимость не особо хотят. Эти игроки действительно важные фигуры в атаке крыльев советов. И крылья не то чтобы много забивают, у них в этом сезоне всего 20 забитых мячей, и это ровно столько же, сколько и у локомотива. При этом атака локомотива, ну, по моему личному мнению, я думаю, вы со мной согласитесь, ничего невероятно крутого из себя не представляет. Вот крылья советов, в общем-то, в атаке смотрятся примерно как локомотив. По крайней мере, если брать такой показатель, как забитые мячи. Но Сергей Пеняев это растущая звездочка, ему 18 лет, у него уже хорошая статистика конкретно по голам и голевым передачам. И еще лучше статистика по таким вот скрытым показателям, как количество обводок, как количество обостряющих передач, ударов, поворотов. По многим показателям Сергей Пеняев входит там, если не в пятерку лучше, то в десятку точно. И это 18 лет. И с каждым месяцем Сергей Пеняев прибавляет и прибавляет. И уже получил вызов в сборную России Валерия Карпина. С Максимом Глушенковым история чуть более длинная. Потому что, если брать только последний сезон Глушенкова, то, конечно, 5 плюс 6 это вообще шикарные показатели. И Максим Глушенков входит вообще в десятку лучших игроков Российской Премьер-лиги по показателю гол плюс пас. И если бы Глушенкову было бы сейчас 20 лет, я бы сказал, вау, круто, заверните, пожалуйста. Но Глушенкову уже лет побольше. И у Глушенкова есть периоды не только в крыльях советов, знакомых, по Чертанова, с хорошими партнерами, с хорошим тренером Осенькиным. Ну и период в московском Спартаке, где попав в топ-клуб, где столкнувшись с конкуренцией, оказалось, что Максим Глушенков не вполне способен ее выигрывать. И вообще не вполне способен находиться в такой среде, где ему не особо доверяют и где нужно доказывать. Но тем не менее, топ-клуб, что московский Спартак, что Локомотив, с небольшими оговорочками, конечно, про топ-клуб в нынешние времена. Но тем не менее, даже в Локомотиве оказывается огромное давление на футболистов и нужно выигрывать конкуренцию. Глушенков придет не на пустое место. Вот, например, Сергей Пеняев приходит на левый край атаки. А на левом краю атаки у нас сейчас нет вообще никого. Педриньо ушел, Камано в основном играет в центре нападения и, может быть, тоже уйдет. Вот Уилсон и Сидор тоже то ли в нападении, то ли на левом краю, но в последнее время редко играет. И по нему тоже появились слухи о возможном уходе. Об этом мы чуть позже поговорим. Ну и фактически, да, Сергей Пеняев приходит с гарантией какого-никакого игрового времени. Максим Глушенков такую гарантию получить не может, потому что, как минимум, есть нападающий Иван Игнатьев, который будет выходить. Как второй минимум мы собираемся купить еще одного нападающего. Об этом тоже есть слухи и этим слухам, в принципе, вполне верится. И восстанавливается Рифат Джамалединов, который, как мне кажется, вообще по своей игровой модели очень сильно похож на Максима Глушенкова. И да, Глушенков часто играет именно как центральный нападающий. Но если вы посмотрите его манеру игры в крыльях советов, то увидите то, что это не девятка. Это не человек, который ждет передач, когда его там найдут в штрафной, как, собственно, делают классические нападающие, как, например, делает Иван Игнатьев. Это человек, который отходит в глубину, который очень часто сваливается на полуфланги для того, чтобы принять мяч и отыграться с партнерами. По количеству касаний Максим Глушенков всегда в топе крыльях советов. Хотя это очень нетипично для центральных нападающих. Если вы посмотрите на того же Ивана Игнатьева, то увидите то, что у него, ну, примерно треть от показателей полузащитников по количеству касаний. В то время как Глушенков, он наравне с ними, а иногда даже превосходит некоторых из них. И Глушенков это вот скорее как раз конкурент Рифату Джамалединову, который тоже как раз очень любит именно владеть мячом. Часто разыгрывает его, отдает передачу, но и может подключиться в штрафной, сыграть, забить. Рифата Джамалединову мы тоже с вами неоднократно видели, как игрока именно нападающего, как человека, которого используют в верхней точке, которому нужно отдавать передачи. И он там в последнее время тоже смотрелся не так уж и плохо, много забивал и много ассистировал партнерам. Ну и, конечно, не будем забывать про Жирана Керга, который тоже может сыграть справа в атаке и просто центральным нападающим. С меньшей, конечно, эффективностью, чем Рифат или Максим Глушенков, но тоже может. А есть Вадим Раков, которого тот же Галактионов использовал именно на позициях левого нападающего, правого нападающего. И в прогресс Вадима Ракову мы тоже верим и тоже очень хотим, чтобы он играл в футбол, а не сидел на скамейке, не играл там в молодежном первенстве, уровень которого он явно перерастает. Если сделка по Пеняеву действительно согласится, а Иван Карпов говорит о том, что уже все на мази и фактически Пеняев одной ногой в локомотиве осталось только маленькие формальности уладить, то получается, что в локомотиве два самых перспективных парня российского футбола 2004-2005 года рождения. Вадим Раков и Сергей Пеняев, которые всевозможные рекорды побили и, возможно, еще кучу рекордов побьют. Если посмотреть так немножечко вдаль годов, так сказать, то через год, через два у локомотива будет просто феноменальная атака. Единственное, что нужно это время каким-то образом перетерпеть. Ну и вот для того, чтобы перетерпеть, видимо, локомотиву и понадобился Максим Глушенков, который показывает неплохой футбол здесь и сейчас. Но на мой личный взгляд, да, каким-то высоким потолком возможностей, как тот же Пеняев или тот же Раков, не обладает. Вот здесь и сейчас он показывает свой максимум. Ну и это тоже очень и очень неплохой максимум. Опять же, по статистическим показателям Максим Глушенков очень даже приятные цифры показывает. Ну и давайте о главных цифрах. Не те, которые количество дриблинга, количество обводок, передач, обостряющих навесов, XG всяких за единицу времени. А тех, которые болельщик интересует больше всего. Это цена, которую локомотив уплачивает за этих игроков. По инсайду Ивана Карпова это 400 миллионов рублей за обоих игроков. 200 миллионов за Пеняева, 200 миллионов за Глушенкова. Верится, что именно вот в такой пропорции деньги распределены с большим трудом. Все-таки Пеняев фигура явно выше по своему потенциалу, чем Глушенков. Соответственно, стоимость у него должна быть сильно выше. Но, видимо, крылья Советов оптом отдали этих двух игроков, дуплетом. Уже нету Романа Ежова, от него избавились по ходу дела. Нету никаких Солдатенковых, Горшковых, Витюговых, Соколовых и прочих игроков, которых тоже могли дать в нагрузку. Остались только Пеняев и Глушенков. 400 миллионов рублей. Кроме этого, сверх того, опять же, по тому, что пишет Иван Карпов, дополнительно Агенту падет 60 миллионов рублей и дополнительно Пеняеву падет 60 миллионов рублей. То есть еще сверху докидываем 2 миллиона долларов. Итого, суммарно Локомотив на сделку по двум футболистам тратит 8 миллионов долларов. Плюс-минус там 8 с копейками, что довольно внушительная сумма для клуба, у которого якобы нету денег на трансферы. В принципе, эти сделки вполне можно сравнить с тем, что делали полтора года назад Томас Цорн, Ральф Рангник и Ларс Карнетко, когда покупали Наира Текнезяна и Константина Мардешвили. Это был левый защитник, центральный полузащитник, на позиции, на которые Локомотиву срочно требовались футболисты. Ушел Мац и Рыбус, ушел Джегош Крыховик и, соответственно, нужно было каким-то образом наполнять. А тогда еще действовал лимит. Соответственно, нужны были именно российские игроки. Покупать иностранцев мы в то время, к сожалению, не могли. И поэтому купили за достаточные большие деньги. И многие до сих пор пеняют Цорну, Корнетки, Рангнику за то, что за российских игроков заплатили там порядка 80 миллионов рублей. Но таковые реалии. И вот мы видим, что уже нету Цорна, уже нету Рангника, но за российских футболистов Локомотив все равно платит огромные деньги. Насколько это футболисты хорошие, насколько они будут хорошие, нам только предстоит узнать. Сказать, что это прямо вот лидеры какого-то российского футбола, игроки сборной с большим стажем, люди, которые уже годами показывают свой уровень, мы не можем. Поэтому, ну, это некая плата в перспективу. То же самое, что, собственно говоря, делали немцы. И я уже неоднократно это говорил. Люди, которые ждут революции в клубе, что вот сейчас ушли немцы, придет Нагорных и все вообще поменяется. Ну, у меня нету такого ощущения. У меня ощущение, что вся та же история продолжается только с небольшими нюансами. То есть мы уже не упарываемся в немецких тренеров, нам достаточно Галактионова. Мы уже не пытаемся найти какого-нибудь 18-летнего таланта в третьей французской лиге. Нам достаточно Пеняева. Хотя Пеняева хотел еще и рангник, об этом вы тоже можете много новостей прочитать годичной давности. И в целом, ну, все то же самое, только с небольшими корректировками, с небольшими изменениями. Теперь у нас чертановская банда в руководстве, поэтому так или иначе будем обращать внимание на то, кто выходит из этой академии. На данный момент это Сергей Пеняев и Максим Глушенков. Кстати, у обоих есть и локомотивское прошлое. Это Пеняева, там темная история, как его не взяли на сбор и вроде как попросили заплатить за этот сбор, в то время как все остальные ездили бесплатно. Ну, а Максим Глушенков примерно полгода-год провел в академии локомотива. Его брали из Коноплева, точнее он сам приехал, прошел отбор. И, к сожалению, быстро получил травму, затем еще одну, ну и тренер сказал то, что извиняй, мы тебя держать в интернете не можем, ты у нас вообще полгода не играл. После чего Глушенков отправился в то же самое Чертаново и оттуда уже вышел игроком. Много забивал по любителям, по второй лиге, по первой лиге. Ну и в крыльях советов тоже постепенно вышел на те показатели, которые у него есть сейчас. Кроме того, если мы говорим про Чертановских ребят из крыльев советов, то в списке Ивана Карпова на усиление локомотива был Горшков, левый защитник. И вообще про левого защитника говорят очень много. Я, наверное, уже говорил про то, что я вообще не понимаю, зачем локомотиву нужен левый защитник, учитывая, что есть Текнезян и есть Митай. Но, тем не менее, такой слух есть и игнорировать мы его с вами не можем. Поэтому Карп говорил о том, что от Макарчука отказались и, соответственно, вторым кандидатом в локомотив на позицию левого защитника становится Горшков. И, ну, мне крайне этого не хочется, мне вообще не хочется усиления на позицию левого защитника. И вот эта вот покупка, вот этот вот последний инсайт о том, что локомотив покупает именно Глушенкова и именно Пеняева, она нам говорит о том, что, ну, скорее всего, Горшкова в клубе не будет. Иначе бы нам сразу говорили о трех игроках, да, и, соответственно, там сумма была бы не 400 миллионов, а, допустим, 500 миллионов или 600 миллионов, хрен его знает. Этого нету, соответственно, я думаю о том, что переговоры по левому защитнику или вообще не ведутся, или, по крайней мере, не ведутся с крыльями советов по Горшкову. По крайней мере, ну, ничего об этом мы не узнали сверх того, что однажды написал Карп. И для меня это положительные новости. Давайте я тогда еще пару слухов обозрею именно положительных, тех, которые нравятся лично мне, и перейдем к тем, в которые я либо не верю, либо не хочу верить, либо, мне кажется, что это просто некая придумка журналистов. Начнем издалека, с команды Химки. Во-первых, к Химкам присоединился мой любимый Ренат Саярович Беллединов. Он будет помощником тренера Спартака Гогнева, и, ну, я очень симпатизирую Саяровичу, я очень хочу, чтобы у него получилось, и в целом верю в него, как в отличного специалиста, отличного тренера. Рад, что он нашел работу в клубе российской премьер-лиги. Но словами Рената Саяровича Беллединова можем знать то, что Илья Лантратов, вратарь Химок, с очень хорошей историей в этих самых Химках, который даже из этих Химок призывался в сборную России, не едет на зимний сбор футбольного клуба Химки. И это дает повод для слухов о том, что Лантратов может перейти в локомотив. Лантратов много не играл в последних матчах Химок, туда Гогнев ставил своего земляка в ворота, который проваливался, который очень много пропускал глупых мячей. И почему это происходило, непонятно. Лантратов вышел и принес Химкам победу над очень крепким Оренбургом, и все равно это не убеждает Гогнева в том, что Лантратов должен стоять в ворота Химок. Я же считаю то, что локомотиву Лантратов точно не помешает, потому что Лантратов отличный вратарь. У Лантратова есть локомотивское прошлое. Лантратов находится на втором месте по количеству пасов с продвижением мяча вперед во всей российской премьер-лиге. Не среди вратарей, а вообще среди всех игроков российской премьер-лиги Лантратов занимает второе место по продвижению мяча вперед. И у него отличная вратарская техника, у него много матчей на ноль, он очень много спасает Химки. И многие из тех очков, которые Химки добывали, они на 50, на 70, на 90% именно в руках Ильи Лантратова. Мне нравится этот вратарь, и я считаю то, что локомотиву, если он хочет стабильно набирать очки, не как сейчас, когда ты вроде как хорошо играешь, но какая-нибудь ошибка сзади защитника, полузащитника или вратаря, эти самые очки у локомотива отнимает. А вот именно стабильно, надежно набирать очки, даже когда у тебя игра не клеится, локомотиву нужен вратарь. Этим вратарем мог бы стать Гильерми, и все последние годы, собственно, этим вратарем и был Гильерми. Но, как мы видим, в этом сезоне, даже в тех матчах, когда локомотиву нужна была помощь Гильерми, даже когда там Худякова сажали в запас, либо на кубок с матча с пари НН, либо когда пришел Федоров, он посадил Худякова в запас, Гильерми долго не протягивал. В матче с пари НН получил травму уже минуте на 30-й, приход Федорова, его хватило там на 4 матча примерно, и в эти 4 матча постоянно говорили о том, что Гильерми даже не тренируется, то есть он выходит только на игры. И это, конечно, не способствует его хорошей игре. Он все равно был молодец, он все равно эти матчи провел на высоком уровне. Но, когда ты не тренируешься, это означает, что, ну, как минимум в скором времени травма даст о себе знать, что и случилось, и уже Галактионов практически остался без выбора. Ему, даже если он не хотел ставить Худякова, ему все равно приходилось ставить Даню. И на тренировках у него были Худяков, Матюнин и Митров. Два вратаря 2004 года и один вратарь 2005. Наверное, все-таки это не то, о чем мечтает Галактионов в своей работе. И поэтому слух о вратаре, он абсолютно логичен. Тем более, что не забываем, что спортивным директором Локомотива назначили Дмитрия Ульянова. И Дмитрий Ульянов это именно тот человек, который приводил Лантратова в Химке в свое время. И я думаю, что полностью доволен был своим выбором. Ну и последний слух, который меня в целом порадовал, это то, что Локомотив отказался от идеи подписать Владимира Сычевого и будет искать центрального нападающего. Меня обрадовал не тот факт, что мы отказались от Владимира Сычевого. Мне нравится этот нападающий. Я был бы совершенно не против того, чтобы Сычевой пришел в Локомотив. Мне нравится тот факт, что Локомотив в принципе ищет нападающего и готов искать его в том числе за рубежом. Потому что Локомотиву нужен нападающий. И, например, купив Глушенкова, в принципе, Локомотив мог бы сказать «Нет, эта позиция у нас все, она нормальная, у нас есть Игнатьев, есть там Раканьяц может выйти, может Глушенков закрыть эту позицию. Нападающий не нужен». Но нет, нападающий Локомотиву нужен. Никакой Раканьяц эту позицию не закроет. А Глушенков, он, ну он нападающий, но он скорее играет в глубине. И не факт, что он сохранит свою результативность, перейдя в Локомотив. Про Игнатьева тоже не очень понятно. Он получил травму и будет ли он забивать или не будет. Пока большой вопрос. Его лучший матч пришелся на Оренбург. А в целом не сказать, что Игнатьев нам сколько-то много очков принес. Так что нападающий Локомотиву нужен. И может быть это все-таки будет Владимир Сочевой, которому вернутся, если не найдут нападающего за рубежом. Но за рубежом полно игроков, которые так или иначе Локомотив могут усилить. К сожалению, Томас Цорн потратил 3 месяца на то, чтобы найти замену Яну Кухте. И не смог этого сделать. Он купил Педриню, который нападающим не является. Посмотрим, сможет ли это сделать Ульянов, Литвинов и остальные люди, которые теперь занимаются селекцией в Локомотиве. Но сам факт мне нравится. Теперь то, что вызывает мой скепсис. Давайте начнем с фигуры Милсона, потому что это единственный слух, который пришел к нам из-за рубежа. К слухам, которые приходят из-за рубежа, я отношусь с большей степенью доверия. Потому что российские инсайдеры, они могут придумывать всякие инсайды на ровном месте. Причем часто очень ангажированы либо агентами, либо клубами. Просто пытаются каким-то образом дестабилизировать обстановку. Когда слух приходит из-за рубежа, к нему относятся чуть с большим доверием. Но этот слух у меня доверия не вызывает. Это слух про Милсона, который играл в Пари-НН и продолжает до сих пор числиться в Пари-НН. Но из Португалии, из Моритьмо, пришло сообщение о том, что, дескать, Спартак и Локомотив интересуются Милсоном и могут его переманить к себе, соответственно. И мне просто кажется, что это неправда. Не то, что там Милсон нужен Локомотиву или не нужен Локомотиву, сильный игрок или не сильный игрок. Мне просто кажется, что это банально агентские игры, потому что еще чуть позже появилось сообщение, что, дескать, Милсоном интересуются в Бельгии, в Голландии. И, как обычно, весь мир интересуется Милсоном. И это означает только одно, что агент пытается найти клуб своему футболисту, который так или иначе хочет уйти из Пари-НН. Поэтому они закидывают удочки. Может быть, перейдешь в какой-нибудь топ-клуб российский, смотрите, вот Спартак и Локомотив интересуются. А может быть, в Европу, смотрите, сколько бельгийских клубов интересуются Милсоном. Милсон неплохой футболист, он нестабильный, совершенно нестабильный, на него нельзя положиться. Но когда у него идет игра, он показывает чумовой уровень. Хотя он не молодой, если бы он был хотя бы молодым, это можно было бы списать на его возраст. Но сейчас он уже должен быть стабильным, этой стабильности ему не хватает. Он анголец, африканский футболист, у него своя вот эта вот африканская пластика, скорость, дикость. Но надежности не хватает. И поэтому я думаю, что Галактионов, который отлично знаком с качествами Милсона, ну, попросит все-таки игроков с каким-то другим набором качеств. И если уж мы готовы искать игроков за рубежом, если мы готовы тратить деньги, то найти в Европе футболистов, которые уровнем не хуже, точно не хуже, чем Милсон, а может быть, все-таки лучше адаптируются, будут более стабильными, более эффективными, я думаю, что Локомотив должен это попробовать. Милсону мое нет, но я и не особо верю в то, что даже мы интересовались этим игроком. Еще один слух, которому я не слишком доверяю, это слух про то, что Локомотив выставил 8 игроков на продажу. И это не то, чтобы прям совсем точно не верю, это полная какая-то брехня. Мы такое уже видели примерно полтора года назад, когда Нобель Рустамян сказал, что есть некий список Цорна по игрокам, которые должны точно покинуть Локомотив. И оказалось то, что этот список брехня, ну, процентов на 60. В этом списке были Дмитрий Баринов, в этом списке был Антон Миранчук, Дмитрий Живоглядов. Ну, короче, все лидеры Локомотива. Но все они, как вы знаете, до сих пор в клубе, и никто не пытался их продать. И не было никаких звонков, как то же самое говорили полтора года назад, что Локомотив сам, дескать, предлагает своих лидеров в клубы, и те клубы просто отказываются. Этого, как мы теперь знаем, не было. Это попытка дестабилизировать обстановку, кто-то это вкидывал. Возможно, Агенты, возможно, Краснодар постарался. Но, тем не менее, по факту, да, Дмитрий Баринов с Локомотивом, Антон Миранчук с Локомотивом, Дмитрий Живоглядов с Локомотивом, а другие игроки, которые были в этом списке, это Мурила и Федор Смолов, покинули клуб только зимой. Причем у Смолова заканчивался контракт, и желания продлевать контракт с Локомотивом у Федора Смолова не было. Поэтому то, что он ушел, я думаю, для всех было большим благом. И остается Мурила, который, в принципе, в Локомотиве бы, конечно, мог бы играть, но его продали. Много было споров, много было вопросов. Сейчас Мурил один из лучших центральных защитников в чемпионате Бразилии. Я думаю, что Локомотиву он бы не помешал, но неизвестно, как бы он себя повел после 24 февраля. Вот и сейчас, я думаю, что из этих 8 человек, которых якобы Локомотив предлагает, правда, она где-то, ну, человека 2-3, и то не прям продажа, а, возможно, аренда или что-нибудь в этом роде. Потому что, ну, например, 3 человека, они вообще находятся сейчас в аренде. Это Николай Титков, это Сергей Бабкин и Дмитрий Рыбчинский. И ты не можешь их предлагать другим клубам. Они находятся в аренде до конца сезона. И ты максимум, максимум, ты можешь предложить тем клубам, в которых они находятся, выкупить этих игроков. И вот, например, про Сергею Бабкину тоже пришла новость, что, дескать, крылья советов хотят активировать опцию выкупа. И это тоже нас приводит к мысли, что, ну, невозможно предлагать клубам Сергея Бабкина, если в клубе, в котором он находится в аренде, есть опция первоочередного выкупа. Да, то есть это как минимум какая-то уже полу-ложь. И, соответственно, в остальных случаях эта самая полу-ложь тоже может иметь место. В этом списке еще два правых защитника. Дмитрий Живоглядов и Максим Нинахов. Причем по Максиму Нинахову сразу моментально пошло опровержение. Агент Нинахова сказал, что нет, никому Максима Нинахова не предлагают. По Живоглядову таких опровержений нету. Но я думаю, что одного из самых опытных футболистов локомотива, Галактионов, который прямо говорил, что ему нужны опытные футболисты, продавать не будет. И если вы якобы собираетесь продать обоих правых защитников, да еще и Митая, который в этом списке тоже есть, который у Галактионов выходил правым, какого черта все инсайдеры говорят о том, что локомотиву нужен левый защитник? Я этого просто не могу понять. Если вы продадите обоих правых защитников и Митая, и купите еще одного левого, то вы как вообще играть собираетесь? Просто инсайдеры сами с собой вообще никак не контактируют. И одни и те же инсайдерские вот эти вот люди, инсайдеры, они могут в течение 10 минут выпустить две новости, которые друг другу противоречат. Например, Дмитрий Баринов, SpotExpress. Микель Антонов, наш любимый, который писал про Педро, что руководитель Сан-Паула вообще не знает, кто такой Педро. Микель Антонов пишет то, что Трэпзанспор интересуется Дмитрием Бариновым. Через 10 минут в Спортэкспресс, другой корреспондент, но тоже в Спортэкспресс пишет о том, что нет, Трэпзанспор не интересуется Дмитрием Бариновым. 10 минут прошло между двумя инсайдерами одного и того же издания. Как это вообще, блин, возможно? Я этого не понимаю. Ну и вот остальные инсайдеры, они тоже друг другу противоречат. И вот этот вот инсайд про 8 человек, которых якобы предлагает другим клубам Локомотив, мне кажется, что, ну, как минимум, как минимум на 2 трети придумка. Потому что в этом списке есть еще Марк Мампаси и Марк Раканьяц. И Марио Митай. Но по Митай у меня тоже есть сомнения. Если мы помним, то Галактионов использовал Марио Митая как правого защитника 90 минут в матче с парей НН и как правого защитника в выходе на замену в матче с Краснодаром. В обоих случаях Марио Митай был очень даже неплох. А вот Марка Мампаси и Марка Раканьяц практически Галактионов не использовал. Раканьяц даже не вышел на замену в матче с парей НН, хотя там выходил Вадим Райков, выходил Михаил Щетинин. И в целом, ну, давал поиграть Галактионов молодым ребятам. Можно было, по крайней мере, понадеяться на выход Раканьяц, если бы тот входил в план Галактионова. Поэтому я думаю, что действительно Раканьяц и Мампаси, который вообще не выходил и даже не входит в планы Галактионова, так как нужен был защитник, а вышел Погоснов, я думаю, что им действительно клубы подыскивают. И это правильно. Они молодые, им нужно играть. И Мампаси 2003 год рождения, Раканьяц 2000 год рождения. На Раканьяц наверняка будет спрос в Сербии. В Мампасе наверняка можно найти, где поиграть и в верхушке ФНЛа, либо внизу РПЛа. Я думаю, что Мампаси в целом-то неплохими качествами обладает для того, чтобы действительно выходить и играть. Ну, Морозов играет в факеле, тоже молодой парень. Почему бы в Мампасе не поиграть? Так что я думаю, что как обычно, где-то что-то услышали, какую-то правду, правдивую информацию, действительно кому-то кого-то предлагали. Ну и давай додумаем, еще кого может Локомотив отдавать, кто там мало играет, по кому было много критики. Как обычно, так и работает спортивная журналистика. Ну а самый бредовый слух пришел вчера вечером, причем сначала это был Карп, который сказал о том, что Краснодар интересуется Исидором. Дескать, у них есть хорошие связи там на французском рынке, и это поможет им уговорить Исидора перейти в Краснодар. А затем Максим Аланазаров добавил, что это не Краснодар интересуется Исидором, а Локомотив предлагает Краснодару Исидора. И уж в этой интерпретации слух вообще приобретает какую-то невероятную бредовость. Потому что, ну, самое-самое просто первое, что приходит на ум, это Краснодар, город, в котором не работает аэропорт. И Исидору для того, чтобы добраться куда угодно, ему нужно будет там 6 часов ехать на поезде, потом лететь в Москву, это, соответственно, еще там 3-4 часа, и потом из Москвы лететь в Стамбул, из Стамбула еще куда-то. Ни один здравомыслящий человек из российской премьер-лиги, который уже добирался из Москвы в Краснодар и знает, как это долго, как это муторно, не поедет в Краснодар играть там в футбол ни за какие шиши. Тем более в Локомотиве все-таки Исидора любит, и болельщики любят, и забивает, и выходит, и все у него достаточно хорошо. Но даже просто поверить о том, что Локомотив вдруг зачем-то захочет конкуренту предлагать Исидора, ни во Францию, куда точно наверняка можно Исидора сбагрить, Исидор на достаточно хорошем счету, ни какие-то там турецкие чемпионаты, ни Бельгия с Голландией, нет, они, блин, в Краснодар придумали, что Локомотив предлагает Исидора. И я знаю, почему это происходит, и это уже, опять же, было полтора года назад. Вот эти вот уши краснодарские из инсайдов, они торчат очень явно и очень ярко. Они в Краснодаре сливают, что якобы им предложили игрока Локомотива, пресса это написала, у игроков Локомотива начинают закрадываться сомнения. Ой, наверное, меня хотят продать. И когда это происходит в нынешних условиях, в условиях, когда любой игрок теоретически может расторгнуть контракт, любой иностранный игрок может расторгнуть контракт с Локомотивом, да, вот это вот, что якобы тебя хотят куда-то продать, оно, соответственно, Исидору заставляет навострить уши и подумать, блин, ну если Локомотив не хочет меня видеть, пожалуй, я действительно уйду. И Исидор, если такое у него желание будет, он без проблем попросит своего агента найти себе новое место, и этот агент без проблем это самое новое место ему найдет. И компенсация там будет, ну, не очень большая, к сожалению, если уж сам Исидор будет высказывать желание уйти из клуба. Это, к сожалению, такие футбольные хитрости, и Краснодар в этих самых хитростях был уже неоднократно замечен. Ну, бог им судья, к сожалению, такое в футболе в нашем происходит. Много, да, слухов? И это только за последние три дня прям валится и валится и валится, и конца и края этому нету. И даже я уверен, что в тот момент, когда я буду монтировать этот выпуск, в тот момент, когда я запущу его на Boosty, кстати, подписывайтесь на Boosty, это очень полезно, вы тогда можете увидеть этот ролик раньше, чем он выйдет на YouTube, и много другой информации, которую я тоже публикую на Boosty. Будут появляться новые слухи. Ролики успевают жестко устареть к тому моменту, как я их выпускаю, хотя проходят, ну, меньше суток от того момента, как я их снимаю, до момента, когда они выходят на YouTube. Например, прошлый выпуск вышел, а уже к утру стало известно, например, про Евгения Кречетова, который стал исполнительным директором «Локомотива», и Кречетов — это человек, который долгое время в «Локомотиве» был, работал в департаменте юридическом, и теперь, я так понимаю, что его полномочия будут очень сходны с этим, но, кроме этого, еще довольно широкий пласт вопросов он будет охватывать всякие контрактные вопросы, юридические вопросы, отношения с российской премьер-лигой, с международными какими-то комитетами. В общем, все вот это вот, весь этот пласт работы возьмет на себя Кречетов. И еще некоторые вещи успели выйти вот к тому моменту, как я непосредственно запостил этот ролик в YouTube. Так что много событий происходит в «Локомотиве». Например, вот появился слух какой-то странный про казахского футболиста, чье имя я даже не успел запомнить, Аразов, по-моему, игрок сборной Казахстана, но как-то тоже, блин, ну либо не хочется, мне лично не хочется верить в этот слух, либо это просто очередные бредни, либо вообще не понимаю, зачем «Локомотив» может понадобиться игрок сборной Казахстана в центр поля. Но что есть, то есть с этим и работаем. Возможно, через неделю эти слухи уже станут правдой, либо мы получим какую-то конкретику, и нам снова будет что пообсуждать. Ну, а этот ролик, ну, подходит к концу получается, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь, приходите, например, на ВК-плей, где на выходных мы обязательно посмотрим чемпионат мира, концовку. Остались самый главный матч и матч за третье место, который обычно бывает довольно веселым. Ставьте лайки там, это тоже очень важно. И до новых встреч, пока! Надеюсь, что через неделю нам будет что обсудить. Субтитры создавал DimaTorzok